Музыка Красивая и стильная жизнь нашего большого, сурового, но такого харизматичного города В репортажах Beauty Time TV в ближайшие 20 минут на 31-м Всем здравствуйте! Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных медленным углеводам. Что это такое, с чем его едят, а также в каком количестве и в какое время суток – все это и многое другое в нашем репортаже. Гречку по праву считают царицей круп. Такому почетному званию она обязана своим составом. Обилие витаминов, макро- и микроэлементов, полноценных белков делает этот продукт поистине универсальным и для тех, кто придерживается правильного питания, и для тех, кто следит за своим здоровьем. О гречке и ее разносторонних талантах сегодня говорим шеф-поваром кулинарной студии «Рататуй» Алексеем Шанцевым, специалистом по качеству компании «Макфа» Надеждой Келуновой и врачом-эндокринологом, специалистом по питанию клиники «Источник» Ларисой Скакун. Крупы, особенно цельнозерновые крупы, обязаны быть на столе любого человека. В грече есть, во-первых, микроэлементы – это кремний. Его в 2-3 раза больше суточной нормы в 100 граммах продуктов. Более 50% суточной нормы – цинка, магния, очень много калия, очень много молибдена, очень много витаминов группы В, есть антиоксиданты, и поэтому этот продукт полезен для огромного количества пациентов и просто здоровых людей. Например, он полезен пациентам с сахарным диабетом, потому что там очень много витаминов группы В. Он полезен пациентам с сердечно-судистыми заболеваниями, потому что там очень много калия и магния. Он полезен спортсменам, потому что там уникальный минокислотный состав и низкая калорийность. Продукт полезен в программах по снижению веса и для лиц, которые удерживают свой вес, потому что там низкая калорийность, и это углевод, который в процессе переработки дает выраженную сытость, человеку не хочется кушать. Вот сколько пользы от такой царицы всех круп, гречки, которые я очень любила в нашей стране. Наверняка все мы помним, что раньше, перед тем, как сварить гречневую кашу, крупу перебирали, рассыпав на столе. Современные же промышленные процессы переработки позволяют удалить все инородные вещества, чтобы на выходе получить чистое зерно. Понятно, что зерно пришло с поля и могут попадаться какие-то камушки, песочек. На этом работают камнеотборники, то есть специальные машины, которые отделяют по физико-химическим, вот именно по вот этим тяжелым свойствам такие примеси. Есть примеси, которые отличны по размеру. Например, зерновка той же пшеницы, она такая тетраэдрическая, да, туда попадают длинные овсюженки или от овсюга, или от очменя зернышки. Они другой формы, поэтому они могут отделяться на триерных блоках. Кроме этого, есть и легкие примеси, вот опять же, немножко лузги, немножко какой-то органической примеси. Это все уходит на сепарационных установках, сепараторах, благодаря воздушному потоку, потому что, опять же, примеси имеют иные физические свойства по сравнению с нормальной зерновкой. Оптические сепараторы не так давно вошли в нашу мукомольно-крупинную промышленность. В первую очередь, конечно, их начали использовать на рисозаводах. Но сейчас многие изготовители применяют такое оборудование. Оно позволяет как раз увидеть глазами камеры те самые дефекты в зерне. Зерно ненужного нам цвета, испорченное, потемневшее, недозревшее. И благодаря автоматике такие зерна выбрасываются в потоки, и далее идет чистое сырье на дальнейшую переработку. По некоторым данным, в России выращивается почти половина мирового объема гречихи. И это неудивительно. У нас гречка очень популярна, в то время как на Западе этот продукт понимают немногие. А, между прочим, зря. Гречиха все-таки это царица полей, да, и поэтому гречневое зерно, оно очень ценится. Очень ценится в точке зрения своих пищевых, диетических свойств. Да, большая кладезь витаминов, большая кладезь минералов. Но, наверное, уже все знают о том, что никто еще не придумал генно-модифицированную гречиху. Поэтому с уверенностью, если вы кушаете гречневые продукты, вы не употребляете ГМО. В нашей стране она почему очень популярна? Ну, благодаря своему микроэлементному составу. А самое главное, что это продукт, который очень неприхотлив к почвам и в России очень хорошо растет. И огромный плюс в том, что поля, где выращивается гречка, практически не обрабатываются никакими химикатами, добавками, обогатителями какими-то, потому что греча в этом не нуждается. Гречка в качестве гарнира с грибами или обжаренным луком, с маслом или молоком – все это знакомые вариации на тему королевы круп. А вот у креативного шеф-повара всегда есть нетривиальные рецепты, такие, как, например, печенье из гречки. И предлагаю сегодня приготовить печенье гречневое. Для этого нам необходима, собственно, сама гречка, гречневая крупа, сахар, сливочное масло, один желточек, немножко разрыхлителя и ванилин. Гречку засыпаем в измельчитель. В измельчитель либо в кофемолку засыпаем крупу и превращаем это все в муку. И так, муку мы приготовили. Что сейчас делаем? Сливочное масло перемешиваем с сахаром и хорошенечко взрываем. Добавляем туда яйцо. Нам потребуется примерно полжелточка, ванилин и разрыхлитель. И все хорошо перемешиваем. И добавляем нашу чудесную гречневую муку. Сейчас нам необходимо, чтобы у нас все стало однородной массы. Собираем это все в один шарик. Вот такой вот шарик. И убираем минут на 15 в холодильник. 15-20 минут, чтобы у нас сливочное масло стабилизировалось. И наша масса стала чуть погуще, чтобы мы потом смогли ее спокойно порезать. И так, спустя 15 минут в холодильнике у нас получалось вот такое чудесное тесто. Делаем колбасочку. Здесь желательно это делать все очень быстро, чтобы у нас сливочное масло не начало опять таять. И нарезаем вот на такие вот печенюшки. Делаем их красивыми, ровными. На листик и уберем в духовку на 180 градусов около 15-20 минут. И спустя 15 минут в духовочке наше печенье готово. Ему необходимо еще постоять немножко отдохнуть, чтобы у нас мука стабилизировалась, потому что они достаточно мягкие сейчас. И точно так же украсим мятой. Самое долгое это именно мука, а все остальное и процесс запекания, и процесс, так скажем, дальнейшего поедания тоже достаточно быстрый. Вы смотрите программу Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Летние принты повторяются из сезона в сезон, но каждый раз в определенных оттенках и комбинациях. Это мы и называем модные тренды. Этим летом в их числе горох. Не какой-нибудь замысловатый, а самый классический, мелкий или средний, идеальной формы. Полоска на этот раз становится крупнее и комбинируется с различными узорами и аппликациями. Что касается анималистических решений, на смену леопардовому пятну популярному этой весной приходят собачки, зайчики, еноты и другие мимимишные представители фауны. Цветы в своем актуальном проявлении будут не приторно-романтичными, а контрастными, экстравагантными, да еще и со спортивными элементами, чтобы придавать образу динамику. Стильно и элегантно, строго и со вкусом, в тренде и с характером – все это про одежду бренда MediArt. Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. MediArt – гарантия восторженных взглядов. Макароны могут быть полезными. Макфа – исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа – мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Вы – женщина с формами, и вам хочется одеваться стильно и модно? Нравится себе и окружающим? Специально для вас Image Club Светлана объявляет набор в проект «Модель Х+.» Подробности по телефону 263-57-37 Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Sony Кривой 30 и Пушкина 65. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Зимние тренды глянцевые журналы опубликуют только в сентябре. А пока байеры и стилисты знакомятся с предложениями дизайнеров на новый сезон. В шоуруме «Энса» сегодня Людмила Жукасова. Костюмы вообще в тренде, в тренде. То есть они вообще не уйдут, я думаю, в ближайшее время. Надо их обязательно иметь в гардеробе. То есть вот такой вот жакет, он же везде подойдет. Такие бесподобные формы, такой крой. Просто какая-то архитектура, мне кажется, здесь кроя. Здесь действительно потрудились модельеры сделать так, чтобы платье могло сесть на любую фигуру. То есть вот глядя вот на это платье, оно оверсайз все равно, да, потому что оно свободное. Но в то же время у него есть пояс. То есть можно много комбинаций с ним сделать. Его можно с брючками красиво подать. Потому что, видите, тенденция, которая будет в этом сезоне брюки с платьем, она очень интересная. И девочкам, у которых длинные ноги, конечно, красиво будет смотреться брючки и любая обувь. А девочкам, у которых ниже среднего рост, конечно же, нужно всегда использовать каблук, причем достаточно высокий. Мне очень понравилась вот эта капсула, потому что вот эти стеганные изделия, они очень актуальны. И вот эта вот так называемая многослойность, когда мы с костюмом одеваем наверх юбку или платье с юбкой. Это сейчас прямо такой актуальный тренд, который, я думаю, продержится еще у нас достаточное количество времени. И, ну, очень современно. Очень современно, очень стильно, когда мы берем с вами вот такую вот деталь. Можем одеть на этот костюм такую юбку, которая в цвет прямо подобрана в этой капсуле. А можно, в принципе, и черную. Порой бывает не найти в магазинах вот этих вещей, которые прям необходимы в гардеробе, особенно осенью, зимой. А сейчас все-таки, так как мы все время за сохранение природы, все больше мода идет к тому, что не используются натуральные меха. Почему у нас искусственного меха стало много в последние годы в коллекциях? Потому что мы присоединились к обществу зеленых, так сказать. Такой спорт-шик, который мы будем добавлять в любое изделие, которое есть у вас в гардеробе, это классическое пальто, это может быть какой-то лаконичный пуховик, это может быть любая шуба. Кожаный плащ сейчас будет очень актуален осенью. Мы сейчас очень ценим какой-то вот такой минимализм и лаконичность, чтобы везде подходило и быстро нам менять, чтобы какой-то комфорт был в образах. Комфорт, он просто необходим в наше время. И, наверное, мало очень женщин, которые там из-за моды сейчас что-то терпят. Сейчас так много модных трендов. Ты можешь подобрать для себя такой модный тренд, который даст тебе комфорт в том числе. А это сейчас очень ценно. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok